И вот через какое-то время после того, как стал обращать внимание на то, что исследователи все называют их по-разному, сейчас скажу как, я сам задался вопросом, кто же они такие в итоге. Потому что одни люди называют их артистами, другие называют их представителями какой-то секты, другие называют их мистиками, третий вообще непонятно чем, люди к ним относятся по-разному, представители разных конфессий, представители, я не знаю, научных кругов, обычные люди в конце концов. И вот уже там на каком-то, вот Елена Кирилловна, здравствуйте, на каком-то очередном этапе, скажем, исследования этих товарищей я все-таки решил задаться вопросом в духе нашего Игоря Прокопенко с телевидения, Бау и кто они. Вот, на это, возможно, наверное, взглянуть с разных точек зрения. Собственно, я раньше на них смотрел все время в основном с точки зрения их творчества песенного. Вот, можно еще и посмотреть на них, во-первых, с точки зрения их аудитории, с точки зрения, как я уже сказал, исследователей, с точки зрения самих Баулов. Вот, я решил почитать различные интервью этих Баулов, посмотреть видео с ними и взглянуть вообще на то, что они сами о себе думают, помимо того, что удается выяснить из этих песен. Вот, значит, с точки зрения зрителей, как мне показалось, выделяются несколько таких основных точек зрения. Во-первых, зрители все время подчеркивают то, что это всегда очень эмоциональное представление, это все время очень мощная подача сценическая, это элемент такого сценического сумасшествия, когда человек полностью погружается в образ, когда он отдается целиком музыке и словам. Потом, естественно, сами зрители выделяют профессионализм исполнения, ну, если его нету, соответственно, они ничего не выделяют. Просто я был свидетелем того, как на одном из концертов, в таком сборном концерте Баулов в Калькутте, когда вышел очередной Баул и запел, зал просто взорвался, вскочил, и все закричали «Бах!» Вот, соответственно, определенных людей ценят. Ну, так справедливости ради, я замечу, что на том же концерте, прежде чем начали выступать, собственно, Баулы, было выступление артистов с песнями Робин Драната Тагора, поскольку, как они говорят, Коби Бауль, Роби Бауль, Робин Дранат Тагор, собственно, сам считается чуть ли не Баулом, и в сравнении с выступлениями самих Баулов, это была просто такая, ну, не то, что пытка, конечно, часовая, но у артистов вообще не было никакой подачи, женщины пели с бумажки, музыканты сидели чуть ли не с мобильными телефонами, ну, такое сомнительное зрелище, на самом деле. Но, тем не менее, это традиция, поскольку Тагора до сих пор любят и уважают. Вот. И, естественно, зрители отмечают душевность самих песен, потому что, если вы почитаете те же комментарии на Ютьюбе с местного населения, там, на бенгальском, на английском, на чем угодно, во-первых, люди вслушиваются в слова, некоторые люди даже принимаются их объяснять, то есть, еще видно, люди знакомые с так называемым вот этим Шон Дабхаша, сумеречным языком, то есть, кодовым вот этим языком, который позволяет Баулам сохранять такую многоплановость в песнях. И слушатели пытаются объяснять другим, которые не знакомы, ну, как, наверное, основная масса слушателей, с этим языком. Сам с этим сталкивался, когда человек, ну, местный, бангладешец, пытается перевести песню, и, ну, с точки зрения исследователя, создаётся впечатление, что он вообще не понимает, о чем речь. Ну, скажем, внешнюю часть он понимает только. Вот. Естественно, с точки зрения профессионализма, слушатели выделяют определенных артистов, и они используют постоянно одни и те же слова по отношению к этим артистам, то есть, это Пефома, это Шильпий, собственно, ремесленник, по большому счёту, и тот же самый исполнитель, артист, министрель, кто угодно. То есть, слушатели относятся, по большей части, к ним, именно как к исполнителям, и к их творчеству, именно просто как к песням, по большому счёту. К песням, которые производят очень мощное впечатление. Собственно говоря, именно вот эта экспрессивность и подача, наверное, обеспечивают Бавлом ещё и популярность за границей, поскольку, естественно, например, я не знаю, во Франции или в Лондоне, ну, в Лондоне в меньшей степени, во Франции бенгальского языка никто, наверное, не знает. В Штатах, в Лондоне, конечно, там побольше знающих бенгальский язык. Но, как сами исполнители говорят, что это не имеет значения, поскольку, в основном, люди проникаются именно за счёт внешней стороны. Значит, что касается самих... Ну, исследователей, я, наверное, с этого ещё начну до Бавла. Исследователи подходят к этому тоже по-разному. Часть исследователей обращают внимание больше на внешнюю сторону, разбирают, наверное, скорее, песенную составляющую. То есть это мелодика, это какие-то обороты, ритмы, которые Бавлы используют, какие-то их вокальные техники. Довольно мало людей этим занимаются, поскольку это, конечно, менее такая сложная и теоретически разработанная музыка в сравнении, например, с той же музыкой хиндустами, которая занимается гораздо больше людей. Часть людей, естественно, занимаются песнями и к Бавлам они относятся скорее как представителям какого-то религиозного течения, если можно так выразиться. Тут вообще сложно их как-то называть, на самом деле, однозначно. Ну и в основном люди все-таки пытаются подходить, естественно, как ученые с разных сторон к ним. Что касается Бавлов, тут, конечно, Бавлов или Баулов, даже в произношении непонятно, как их называть в бенгальском языке, по большому счету, ударения нету, поэтому кто как хочет, тот так и называет. Что касается их самих, они относятся к этому тоже очень расплывчато. С одной стороны, есть люди, которые говорят, что необходимо совершать какие-то религиозные практики, необходимо обязательно вникать в этот язык, необходимо знать, что каждое слово в песне обозначает, для того, чтобы быть способным передать вот этот импульс, какой-то произвести эффект, погрузиться в это состояние сумасшествия во время исполнения и тому подобное. При этом, естественно, находятся люди, которые говорят, что не все способны вот это все сделать. И не все Баулы как таковые разбираются в этом кодовом языке, не все разбираются в этих практиках. Опять же возникает вопрос, как отделить одних от других, можно ли вообще это сделать. Еще одна точка зрения, возможно, с точки зрения, прошу прощения, вот с такой позиции, что как выделить традиционных, если это возможно, Баулов, и отделить их от современных, то есть если вообще имеет смысл делать такое разделение. Потому что некоторые Баулы предпочитают исполнять песни авторов более старого времени, там 19 века, например, говорят, что в них дух Баулов, вот этот Баб, как они это называют, он более сильный по сравнению с песнями современных авторов. Другие люди, наоборот, говорят, что сейчас люди пишут, традиция жива, поэтому, в принципе, гнушаться не стоит. современными песнями просто согласно велению и сердцу мы отбираем те песни, которые производят на нас, как на исполнителей, больше впечатления и начинаем исполнять их. Третьи люди еще более широко к этому подходят, они отбирают песни, которые пишут, в принципе, даже не Баулы. То есть есть действительно такие люди, современные композиторы или, я не знаю, как их назвать, поэты, песенники, барды, которые по большому счету это сделать, я не думаю, что очень сложно для человека, который занимается поэзией и музыкой. Они просто разбираются в тексте, они понимают определенные метафоры. Возможно, ну, невозможно, а скорее всего, они к практикам вообще никакого отношения не имеют, ни к каким. Они просто компилируют вот эти образы, делают это подчас очень искусно и это производит впечатление даже на самих Баулов, которые занимаются этими практиками или не занимаются и исполняют эти песни. Ну и, соответственно, эти песни становятся не менее популярными, чем песни того же 19 века. Что касается музыки, которая в этих песнях проявляется, имеется, что ли, как про него говорить, тоже часть мелодии пришла еще и с 19 века. Часть мелодии, возможно, можно проследить и к более каким-то ранним периодам, поскольку записи, конечно, не было, но из устно это все передавалось в течение многих поколений, откуда это очень сложно сказать, все сами же Баулы это все, разные даты говорят, все путаются, и по большому счету для них большого значения это не имеют, главное, что сейчас творится. Ну, это тоже в русле их учения, скажем так. Какие-то Баулы занимались классической музыкой, какие-то Баулы просто с детства любили и учились петь, какие-то просто родились в таких семьях, где всегда пели, например, в песнях тех же Баулов, и для них это направление деятельности или ремесло, если песни брать, это такое наследственное занятие. Кто-то из людей, которые вышли уже на такой более серьезный уровень исполнительского мастерства и обрели более широкую популярность, они занимаются экспериментами в музыке, то есть это можно расценивать либо как отход от традиции, либо как просто расширение традиции, либо просто даже назвать самой традицией, поскольку просто это, ну, как сами они говорят, зачем нам как-то ограничивать себя, главное, вот этот дух Баулов, и неважно то, как мы его проявляем. То есть люди, например, Гоур Кэпа, такой Баул, он вплетает в песни Баулов мелодику сантальских народных песен, которые, в принципе, к Баулов особо отношения не имеют. Какие-то люди Баул, Чинтамуни Даш, ну и многие другие, Пурну Даш Баул, например, вплетают в свою музыку элементы мелодики рак, то есть традиционной музыки хиндустани, что тоже и расширяет, возможно, аудиторию, с одной стороны, как-то ему становится более интересно, как уже артисту-исполнителю эти песни петь. Потому что, естественно, когда человек становится более таким высокого уровня музыкантом, более равносторонним, разносторонним, естественно, ему хочется как-то разнообразить свой репертуар, как-то вплести туда что-то из других источников, вот в частности из других течений. Еще интересно отношение самих Баулов к тому вообще, чем они занимаются. То есть кто-то относится к этому как к необходимости жизненной, то есть кто-то расценивает эти песни как какую-то суть его существования, потому что без них Баулов жить не может. То есть в некоторых интервью у меня встречались такие фразы, что я начал и начала заниматься садханой, какими-то юргическими упражнениями, познала свое тело, познала свой дух, энергетику, как вы это ни называете, после этого у меня возникла потребность петь песни. Либо, например, Баулов начинает свою карьеру с того, что он просто заучивает песни и получает дикшу у гуру, и гуру начинает ему растолковывать, что же эти песни значат, и после этого Баулов просто выходит на более высокий уровень и понимает, что вот оно ему, открылось знание, и он хочет со всеми делиться, и он начинает ходить там по поездам, по разным другим местам, исполнять эти песни, радуется от этого еще больше, поет еще лучше, его начинают звать на концерты, ну, один из вариантов развития карьеры. Вот. Интересная статистика мне попалась на глаза вот в книжке «Бауловс оф Бингол» индийского исследователя Шуркара 1990 года, то есть, ну, с одной стороны, уже вроде как прошло, ну, так прилично, лет уже прошло 30, да, но с другой стороны такая, ага, в контексте вот самой традиции довольно свежая статистика. Он разделяет этих Баулов всех на аскетов Баулов и доместик Баулов, то есть домашних каких-то Баулов, ну, еще там есть категория другие, видимо, кто не определился, и приводит статистику, где они исполняют эти песни, что они считают необходимым в исполнении этих песен, как они относятся к популярности на телевидении, на радио и тому подобном, и интересно то, что, например, Баулов, ну, что-то в этом очень логично, конечно, можно тут по-разному относиться, Баулов аскеты в уединенных местах поют 46%, домашние 16%, то есть они такие более общительные. В религиозных центрах приблизительно равное количество, ну, на берегу реки, наверное, это тоже расценивается как уединенное место, аскетов 25%, домашних 6%. Вот, большая разница исполнения на так называемых конференциях, я думаю, ну, книжка на английском, я думаю, это мэла, вот эти все сборища, сборища, собрания, праздники, фестивали, как угодно, Баулов, и концерты. Аскеты 5%, домашние Баулов 21%. То есть, по большому счету, Баулов, которые не занимаются аскезой, которые не занимаются какими-то уединенными практиками, не считают это чем-то тайным, хоть частенько и говорят об этом, они в основном создают что-то вроде такой тусовки, что ли, ну, как и остальные музыканты. У них есть так называемая акра, это чаще всего какое-то место, где они собираются, где они производят или не производят каких-то религиозных там ритуалов, и в основном они там исполняют музыку и погружаются вот в это состояние транса и радости, и любви. Ну, статистически интересно то, что примерно одинаковое количество считают, что долг Баулов склонять людей к доброте в отношениях в обществе, учить любви к людям, склонять к ведению честной жизни и привлекать на путь Баулов. Причем привлекать на путь Баулов больше стараются Баулов-аскеты, нежели вот эти домашние. То есть они скорее все-таки как исполнители. Ну, я могу тут привести еще чуть побольше времени, просто уже мало. Домашним Баулов больше нравится петь и танцевать, нежели совершать религиозные практики. Аскетам, ну, естественно, раз они аскеты, больше нравится совершать религиозные практики. Видимо, они менее, ну, меньше времени и энергии уделяют самим вот этим песням и танцам, хотя и, естественно, делают это прекрасно. Вот, соответственно, стали Баулами домашние больше в два раза из-за как раз любви к песням и танцам. И вот если брать популярность, ну, отношение к популярности на телевидении, на радио, естественно, вот этих оседлых домашних Баулов, которые живут в деревнях, в городах, естественно, они осознают чаще, что популярность приходит действительно из-за того, что песни эти записываются, транслируются и, соответственно, людей могут пригласить на какие-то оплачиваемые уже мероприятия. Вот. После вот анализа вот этой всей статистики у меня однозначного мнения никакого не сложилось. У меня сложилось впечатление такое, что все к этому относятся по-разному и даже одни Баулы говорят, что да, настоящие Баулы, они как-то становятся все более малочисленными, все меньше людей занимаются действительно вот этими настоящими юргическими, там, сексуальными, всякими, тантрическими практиками. Все больше людей просто берет в руки инструмент и, скажем так, ну, не то, что из-за жажды наживы, ну, просто, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы делать то, что им нравится, они просто становятся музыкантами. Вот. Образ Баула сейчас в Бенгалии очень сильно распиарен, выражаясь современным музыком. Этому и Робин Дранат Тагор посодействовал, потому что у меня сложилось такое впечатление, что хоть его и называют, ну, скажем так, не то, что считают, называют, по крайней мере, одним из Баулов, он скорее, ну, действительно, просто хороший поэт и музыкант, по большому счету, поскольку, ну, я не уверен, что он занимался тантрическими практиками. Может, Елена Кирилловна тут расскажет гораздо больше по этому поводу. Вот. Но суть в том, что благодаря ему и благодаря некоторым очень популярным и действительно талантливым исполнителям, певцам и музыкантам в Бенгалии сейчас создан образ Баула как просто выразителя, ну, скажем, идеи, я не знаю, всея Бенгалии. То есть они народного духа, да, можно и так сказать. некоторые исполнители, которые ездят на международные гастроли, они говорят, да, я беру с собой дух прямо вот почвы Бенгалии, да, самой. То есть они не традицию идут показывать, они не идут заниматься самовыражением, они идут действительно представлять Бенгалию на международной арене. Некоторые из них делают это очень здорово, есть, ну, ряд прямо очень классных музыкантов и певцов. Вот, некоторые люди не стремятся это делать, ну, и образ Пурно Даша меня вот немножечко зацепил, такой известный исполнитель, который поколесил по миру и по штатам, по Британию, по всему миру, скажем так, участвовал в очень крупных фестивалях. Он утверждает, что именно вот он популяризировал современный образ Баула, именно он начал носить шафрановые одежды, ну, он так говорит, Пурно Даш, Пурно, Пурно, вот, что именно он начал вводить в обиход во время исполнения, скажем, на концертах современные музыкальные инструменты, западные и, это не западные, другие я имею для индийских, и он сделал образ Баула привлекательным для среднего класса бенгальского населения, благодаря чему Баулам просто стали больше платить и более талантливых из них начали приглашать на выступление. Ну, то есть, как бы то ни было, как бы кто ни относился, как бы они не выступали на радио, потому что часть из них сотрудничают и, я не знаю, с рэперами в Бангладеш, часть сотрудничают начиная с 80-х годов еще с исполнителями на Западе, причем с очень такими высокого уровня исполнителями. часто, как бы кто ни относился к этому, очень сложно провести однозначную грань. Мне, наверное, если подводить итог, больше импонирует точка зрения более, наверное, молодого поколения Баулов, которые считают, что да, мы находимся в русле традиции, мы расширяем эту традицию, естественно традиция движется не просто из-за того, что вот есть какие-то записанные вещи, какой-то фиксированный текст, которому они следуют. В традиции Баулов этого нет, они наоборот считают, что это следует отрицать. Они считают, что их традицию делают люди. И что бы эти люди не делали, если в их творчестве сохраняются двух Баулов, то они являются двигателями этой традиции. И в частности, если брать самых современных, тут уже возникает и, как мне показалось, элемент феминизма вплетается туда, то есть это уже совсем такой современный аспект. Это сотрудничество с различными духовными организациями по всему миру. Гастроли именно в рамках таких фестивалей, на которых проводятся мастер-классы. То есть мастер-класс, я не знаю, можно ли это считать чем-то таким, что происходит в рамках традиции, поскольку это такое эпизодическое, скажем так, происшествие. То есть с музыкальной точки зрения тут вопросов никаких нету, все движется, все развивается очень широко, очень интересно, на высоком уровне. С точки зрения практик, этим я меньше занимался, тут я ничего утверждать не буду. Местные говорят, меньшее количество занимаются этими делами. Хотел бы закончить словами такого Дэба Даша Баул, когда у него спрашивали, как вы относитесь к тому, в одном из интервью, как вы относитесь к соотношению зарабатывания денег, творчества и религиозной вот этой всей деятельности, он сказал, что в музыке есть все, там есть и любовь, и деньги. Поэтому это такое довольно удачное, скажем, занятие для людей, которые хотят это сочетать все в одном флаконе. Что? Я говорю, да, что в одном флаконе и того и другого. И того и другого. Вот. Наверное, у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Замечательная тема. Действительно, еще очень мало у нас описано и представлено. У меня три маленькие вопроса. Ну, вернее, даже не совсем вопрос, а вот есть такая категория Баулов, как вот, не только категория, есть институт по производству Баулов, фабрики звезд. В Бенгалии действует такой институт. И поэтому, наверное, тут нужно действительно четко различать. Вот ты правильно показал вот этот как бы такой некоторые континуум, потому что четко их невозможно расклассифицировать. Конечно, здесь очень много смешано. И почти все они участвуют в кендуле, на фестивале. Но все-таки есть люди, которые, ну, я хорошо знаю человека, Сабрат, Баула, Чакра-Барти. То есть, он не отказался от своего кастового имени, он Брахман, Чакра-Барти. Но при этом носит вот этот титул Баула и представляет себя как Баула, потому что он этим зарабатывает. Вот все-таки есть люди, которые просто поют и немножко любят философию, но есть те, которые находятся в традиции, они не обязательно поют или там не очень сильно пеют. То есть, вот это место, фабрик звезд. Может быть, сравнить, сопоставить в Бангладеш, как это происходит и как это происходит в Западной Бенгалии. Потому что и там, и там, это, конечно, культовые фигуры, это брендовые фигуры, в принципе. Теперь вопрос Баула Факира, проводил ли ты какое-то параллельное исследование? Я тут познакомилась с Диптом Чаддерджи, таким специалистом, который в Кембридже много лет жил, и он очень интересно рассказывал о Лолон Факире, да, и вообще о категории Факира, которая тоже была общебенгальская, не собственная Бангладешская. А тут я говорю, о какой? Факире, 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 и вот они же иногда вместе работают, а иногда все-таки они себя разделяют. И вот здесь видишь ли ты возможность, модель, вот как с этим сейчас заниматься. Очень интересный такой комплекс, они не идут в одном слаконе, но все-таки они почти параллельны. И третье, вот эти вот Баулани, или Баулихи, или же еще, а в статистике отсутствует гендерный элемент. Хочется узнать. Конечно, есть такие женщины, которые при Баул, они же почти все женаты, и они все имеют партнершу. Иногда вот она просто рядышком с ним идет, и они вместе поют. Но я видела фестиваль, у которых только женщины представлены. Баулани, и они уже не имеют рядом какого-то мужчину, или может быть имеют, но где-то дома. Вот может быть он доместрика, а она может быть перформанс. То есть вот освети, пожалуйста, гендерный вопрос. Ну что касается гендерной, буквально вот недавно, этим уже занимаются, скажем так. Уже выходят книги, сейчас я не скажу точно название, потом поищу, могу сказать. Этим занимаются, действительно, вот вопрос гендерный не представлен, ну скажем, представлен, но менее широко. это очень актуальный вопрос, потому что он касается того, как вообще разделять баулов на исполнителей или практиков. Потому что когда мы начинаем читать исследовательскую литературу или песни, там постоянно все говорят, да, учение баулов основано на тантрических практиках. Это практики есть индивидуальные, есть парные. То есть, естественно, для них нужен партнер, нужна женщина. Опять же, в основном, естественно, когда это все описывается, речь идет о том, что баулу нужен партнер женщина, не то, что баулу нужен партнер женщина или баулане нужен партнер мужчина. Естественно, все время все с мужской точки зрения рассматривается в подавляющем большинстве. Сейчас, вот я говорю, уже этот вопрос стал более широко подниматься, поскольку и сами женщины, которые выходят на более высокий уровень популярности, скажем так, они начинают об этом говорить, они начинают подтягивать других женщин вот этих бауланий к обсуждению этого, к тому, чтобы, вот, я не знал, что чисто женские фестивали проводятся, для таких мероприятий, вероятно. то есть, этот вопрос уже поднимается. Что касается факиров, ну, естественно, до раздела Бенгалии исследователям, наверное, приходилось в меньшей степени об этом говорить, поскольку сейчас в это еще и политика вмешивается. Вот, что касается самих баулов, тоже очень двоякое отношение. те, ну, как у меня сложилось впечатление, те, которые занимаются именно практиками, именно энергетическим, глубоко занимаются этим, они к этому подходят более, ну, скажем, менее принципиально. Они считают, что по большому счету все говорят об одном и том же, то, что мы называем одних баулами, других факирами, это говорит исключительно о том, из какого бэкграунда они туда пришли. Вот, кто-то действительно заостряет внимание на том, что да, ну, я вроде как же все-таки баул-эндус, а вот факир, все-таки, естественно, он факир-мусульманин. То есть, для некоторых это принципиальное различие, ну, при этом, естественно, в духе, скажем, принципов общения баулов, они все общаются приблизительно одинаково, загадками, естественно. Вот, естественно, они пытаются это как-то сгладить и сказать, что, на самом деле, это мы понимаем, что они все говорят об одном и том же. Вот, есть люди, которые, ну, тот же, например, Пурнадас Баулут, он написал книгу вместе с, по-моему, английской, что ли, одной исследовательницей. у меня возникло вот такое очень странное впечатление, поскольку ты берешь песни, переводишь, и там написано, книги никакие мы вообще во внимание не принимаем, то есть, не то, что мы все объединяем и пытаемся как-то это сгладить, нам вообще наплевать, Коран, Веды, Библия вообще никакого значения не имеет, только Гуру. Все, что Гуру говорит, то мы исполняем. При этом, мы берем книгу самого Баула, читаем, и он нам начинает по полочкам рассказывать. Ну вот взглянем на Упанишаду, отсюда мы взяли вот это, взглянем там, посмотрим, суфизм, то есть, вот немножко странное впечатление, как человек, да, понятно, то есть, странно то, почему Баула об этом задумался вообще, если он занимается практиками, если он не принимает этого внимания, зачем ему это? Он хочет говорить со всеми на их языке, это инкультурация, скорее, инкультурация. Он хочет говорить. А смотрите, вот у вас, мусульман, то же самое в Коране написано, вот что он хочет сказать, наверное. То есть, не то, чтобы Коран это источник или там Упанишада, а наоборот, смотрите, у вас то же самое, примерно. Это форма дискусс, диспута, это только в диалоге возникает, а в другом контексте совершенно не будет об этом помнить даже. У меня просто странное впечатление сама эта личность произвела. он на досбал. не позволяет поглублять в дискуссии. Я на вся ответил. продолжу где-то в кулуарах. Спасибо большое. Лена Кирилловна. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ